Если бы гольф-поле состояло только из ровной травы, то было бы неинтересно и легко. Поэтому придумали песчаные ловушки, густую траву и водную преграду. Этот юный гольфист участвует до 20-25 турниров в год. Проходит по 20-30 километров в день и проводит по 10 часов на гольф-поле. С гольфа его выгоняет либо охранник, либо закат. Он разбирается в тонкостях и правилах гольфа на уровне профессионального игрока. Здесь нельзя дотрагиваться до песка. По правилам, если дотронуться до песка, то получаешь один штрафной. Можно делать тренировочный удар по воздуху. На турнирах ему приходится играть со спортсменами, которые намного старше, но это совсем не смущает юного гольфиста. Многие взрослые, они далеко бьют, но короткая игра, там, где надо подкатить или закатить мяч, они там плохо играют. А я наоборот. Гольф с его интересной историей возникновения, своеобразной атмосферой и этикетом можно назвать особенным видом спорта. Зародившись в Шотландии еще в 14 веке, сегодня этот вид спорта популярен по всему миру. По разным данным, только в США насчитывается 25 миллионов игроков в гольф. В него играют от мала до велика. Самым возрастным игроком-любителем считался Гус Андреоне. Он продолжал играть и устанавливать рекорды в гольфе, несмотря на свои 103 года. Герою нашей программы Артему Соколову всего 12. Но он уже удивляет гольф-сообщество и достойно представляет Украину на международных турнирах. Буквально с его рождения уже было понятно, что растет спортсмен. Спорт у него начался буквально сразу. Это много упражнений на развитие координации. И Артем на них откликался. А скачок начался, когда он попал в спортивный клуб в год. И там пошло плавание, лазалки, куча, очень много детских упражнений. Артем был крепким малышом. Любил подолгу сидеть на перекладине, делал неплохие успехи в плавании. И, возможно, именно этот вид спорта стал бы для него самым главным в жизни, если бы однажды в 7 лет Артем не познакомился с гольфом. Первый раз, когда я столкнулся с гольфом, это было в лагере здесь, в гольф-клубе. Тогда как-то моей сестре, которая тоже со мной пошла, ей оно больше не понравилось. Она больше ходила, смотрела на бабочек. А мне, наоборот, оно затянуло. Тема, как только взял в руки клюшку, он... Все. Это было видно, что он загорелся гольфом очень сильно. Тема по душе аналитик. Вот. И гольф, и он... Ему больше нравится индивидуальная игра. И гольф заставляет думать, планировать, анализировать. Поначалу гольф для Артема был просто интересным увлечением. Но оно достаточно быстро перешло в профессиональное занятие. Сегодня Артем посвящает гольфу огромное количество времени. Вместе со своим тренером, четырехкратным обладателем Кубка Украины, абсолютным чемпионом Украины Русланом Горкавенко, за последний год Артем значительно улучшил свой показатель. Если говорить гольфическими терминами, мы снизили значение нашего точного гандикапа с 26 до 14. Что такое гандикап? Это уровень игры игрока. Это фора. Если говорить простыми словами, гандикап 36 – это начинающий игрок, профессиональный гольфист – это гандикап 0. В гольфе Артему приходится соревноваться не только со своими сверстниками, но и со взрослыми людьми. Первые награды и призовые места за взрослые турниры появились у Артема, когда ему было всего 10 лет. В гольфе успех в турнирах приходит только одним способом – это многочисленные тренировки. Целый системный комплекс тренировочного нашего процесса. И в этом плане Артем провел отличный тренировочный год. И сейчас как раз разгар сезона. Он постоянно ездит на соревнования по Украине и в Польшу. И показывает очень неплохие результаты. В Польше Артем прошел уже два турнира из шести, где занял первое и второе место среди сверстников. В этом году он также выполнил норматив на одном из отборочных мировых турниров. За это он получил приглашение принять участие в европейском юниорском чемпионате в Шотландии. В него никто не верил. Абсолютно. Потому что, конечно же, дети, которые живут там во Флориде, живут в Испании, у них круглый год гольф, у них есть огромная поддержка государства. У нас этого ничего нету. И мы уже потеряли во времени. В гольф надо играть с пяти-шести лет, там где-то так. Таггер Вуз вообще с двух-трех лет начал играть. Без поддержки родителей и тренера добиться таких результатов сложно. Все свое свободное время папа Артема, Александр, посвящает любимому занятию сына. Так незаметно он и сам втянулся в игру. Это единственный вид моих спортивных увлечений. Я много чем увлекаюсь, которой я пришел позже Артема. Артем меня. Я считал, так же, как и все 99% украинцев, наверное, считают, что гольф – это игра, где старенькие дедушки с огромными кошельками ходят и пинают мячик делать им нечего. На самом деле, это невероятно азартная, увлекательная игра. Это совершенно другой мир. И это можно почувствовать только, если ты взял клюшку и сделал хоть один удачный удар. Кроме того, присутствие взрослых на поле требует правила безопасности. В гольфе есть свои опасности. Опасность в том, что гольф – это огромная территория. Это не то, что ты отдал его в теннисе на корт, и вот он тут бегает или в зале где-то. Гольф в Харькове – это 70 гектаров. В гольф в Киеве – это 300 с чем-то гектаров. И, как правило, гольф-поля находятся на заповедной территории какой-то. Там бегают дикие животные. И там может быть удар мечом со стороны. Это, может быть, ребенок потерялся. Это водные преграды, в конце концов, водоемы. И, может быть, очень резкая смена погоды. Молния громко, когда надо эвакуировать. В общем, взрослый человек должен быть. Артем уже и сам прекрасно знает, как нужно поступать к гольфисту в разных ситуациях. Ну, если идет молния, то тогда надо маркировать свой мяч. Например, вот вы ударили мяч, вы подбегаете к нему, ставите айтишку, подставку. Вставляете, забираете мяч на место мяча. И прячетесь в ближайшее место. Ну, если мяч улетает куда-то на другое поле, ну, на другую лунку, то надо кричать фор. Или если бывает такое, что стоят на конце лунки люди, и вы понимаете, что вы не добьете, но у вас получается очень хороший удар, и он летит в них, надо тоже кричать фор. За всеми нешуточными достижениями юного гольфиста, с учетом того, что в Украине гольф не настолько развит, как в других странах, стоят еще и постоянные многочасовые тренировки. Артем обладает способностью много тренироваться. Это тот момент, без которого нельзя добиться успеха в гольфе. Тут невозможно. Один раз приехал на тренировку, потратил на это час своего времени и уехал домой. Помимо тренировок, которым мы с ним занимаемся, он уделяет очень большое количество времени на самостоятельную отработку всех видов ударов. И за счет этого он и добивается успехов. После каждой тренировки Артем записывает замечания тренера и свои ошибки, чтобы потом их отработать. Юный спортсмен все свое свободное время посвящает гольфу. И даже несмотря на самые суровые погодные условия, все равно тренируется. Мне приходилось играть в дождь, даже иногда попали просто под ливень стеной. Когда мы вышли, ну как из бассейна, приходилось играть в туман. Когда, ну, после 100 метров ты мяча просто не видишь. Было очень сложно искать мяч. Я помню, я поверил в то, что гольф это спорт Артема. Когда мы вышли на поле, ему было лет 8, и пошел сильный дождь. И я ему говорю, Артем, убегаем, дождь начался. И он ответил буквально с возмущением. Он весь мокрый, дрожит весь от холода. Это гольф, это нормально, мы не можем уйти, не закончив. Нам осталось три лунки. И мы доиграли эти лунки и побежали. Такая тренировка закаляет игрока во всех смыслах. Артем, например, уже как профессиональный гольфист знает, что именно нужно учитывать во время дождя. Мяч, когда он приземлится, он не будет катиться. Он может влипнуть. Я могу ударить длинной клюшкой, которая должна катиться метров 20. А он может вообще не катиться. В дождь очень скользко. И, ну, трудно устоять при ударе. В Украине гольфисты стараются по максимуму использовать благоприятное время, которое отводит им природа. По времени года мы тренируемся до того момента, пока, собственно, не выпадет снег. Когда снег выпадает, есть два варианта. Либо мы перемещаемся в помещение. Есть так называемые гольф-симуляторы, которые моделируют игру. И мы можем тренироваться там зимой. Либо второй вариант. Мы садимся в самолет и летим туда, где тепло. А когда зима, больше тренируется над физподготовкой и на симуляторе. Купили себе коврик на дачу. Мы купили себе простенький гольф-тренажер, который считывает его удары, положение клюшки, скорость. Это очень интересно, потому что на мониторе у нас закачаны все гольф-поля мира. И виртуально мы на любом гольф-поле, которое мы хотим. И это так интересно. Потому что мы наносим удары и видим, как летит наш мяч, видим эти ландшафты. И в душе мы там. А еще зимой Артем учит правила. Ведь в гольфе существует более 200 страниц правил, которые обязательно нужно знать. Они очень сложные. Они описывают каждую ситуацию. И на гольф-поле, если ты неправильно трактовал правила и не начислил себе нужные штрафные очки, тебя дисквалифицируют. Гольф интересен еще и тем, что это чуть ли не единственный вид спорта, в котором игрок сам себе должен насчитывать штрафные удары. Самый главный этикет гольфа, он заключается в том, что во время турнира на поле нету судей. Игроки сами себе судей. Очень часто бывают ситуации, когда мячи летят в разные стороны, и нас никто не контролирует. И мы можем пододвинуть мячик, исправить позицию мяча, но гольфисты так не делают. Мы все играем на честности. И если что-то произошло, например, случайное касание мяча, игрок приходит потом к своим партнерам по флайту и говорит, пока я играл в кустах, там произошла вот такая ситуация. Я штрафую себя на один удар. У гольфистов на этот счет даже есть одно поверье. Есть бог гольфа, это старик пар. И если ты что-то соврал или что-то такое, то тебе все равно это накажется. Гольф – игра настоящих джентльменов, которая очень воспитывает характер. В гольфе важны хорошие манеры, а честность и уважение соперника превыше всего. Но также высоко ценится и умение принимать свои поражения. Мы учимся проигрывать. Это очень тяжелая наука научиться проигрывать. Его уважают, наверное, в гольф-сообществе нашем, как честного игрока, как игрока, знающего этикет гольфа, как вдумчивого игрока, как выносливого игрока и рассудительного. Я учусь у него, он учится у меня, и мы учимся проигрывать тоже. Гольф закаляет не только характер, но и здоровье. Ученые из Эдинбургского университета пришли к выводу, что гольф продлевает жизнь минимум на 5 лет и помогает предотвратить до 40 хронических заболеваний. Два года у нас нет простуд, вообще нет. Причем мы играем в любую погоду, проводим много часов. Мы играем с апреля по ноябрь, по конец ноября, когда уже ледок на озере, он не болеет. Мы играем и в дождь, и в холод. Он стал закаленнее. Во время турниров мне приходится очень много ходить. Последний раз мы засекли, я прошел 26 тысяч шагов за день. И турниры бывают однодневные, двухдневные, трех- и четырехдневные. Когда мне было 10-11 лет, мы уже проходили тысячу шагов за год. Ой, тысячу километров за год. А сейчас турниры стали больше и сложнее. Но, как и в любом виде спорта, существует и обратная сторона медали. Надо следить. Следить за тем, чтобы не было перекоса спины, не было травм кисти, не было травм колен. То есть нужно заниматься ребенком, заставлять его делать обратные упражнения. Он должен плавать, нужно делать массажики, нужно укреплять спинку. Но Артем старается не зацикливаться исключительно на гольфе. Играет в теннис, катается на велосипеде, занимается йогой и даже уже прыгнул с парашютом. Конечно же, он мечтает связать свою жизнь с гольфом. Впрочем, есть у Артема еще одно увлечение. Ему безумно нравится математика, и поэтому параллельно, конечно, он учится в компьютерной академии. Он хочет быть или программистом, или финансистом, или экспертом по, не знаю, почему-то там, финансовому, или математике. И, возможно, так и будет. Во всяком случае, гольф открывает ворота в университеты. Дети, играющие хорошо в гольф, поступают в университеты, получают стипендию, играют за университеты. Благодаря Артему сегодня все члены его семьи живут в гольф-стиле. И, кажется, они совсем не против продолжать эту традицию. Дерзкие и талантливые, смелые и неугомонные, самостоятельные и счастливые. Они – наше будущее. Они – будущее Украины.